Не только сотрудники правоохранительных органов, но и спасатели вместе с волонтерами искали в Нижнеудинском районе 17-летнего парня. Три дня молодой человек провел в тайге. С сегодняшнего дня, для того, чтобы найти юношу, был задействован вертолет МЧС. Еще 7 сентября старшеклассник со своими родителями отправился в лес. Там семья разделилась. Встретиться должны были в назначенном месте в назначенное время. Но подросток не пришел. Он забрел вглубь тайги, удалился на 10 километров от точки сбора. А сегодня набрел на берег Бирюсы, где его и заметили с вертолета. А ночевал как? На земле? Как? Я стелил себе там. Стелил? Не замерзь, ничего наш? Ладно, слава богу. Чувствуешь себя хорошо? Да, есть. За последние сутки в Иркутской области это не единственный найденный несовершеннолетний. В Тулне полицейские разыскали 10-летнего мальчика. В правоохранительные органы обратилась бабушка третьеклассника после того, как он не вернулся в положенное время. Ребенка обнаружили под утро в подъезде одного из домов, где он переночевал. Стоит отметить, что дети теряются в регионе довольно часто. По статистике сотрудников МВД за сутки в отделение может поступать от 5 до 20 заявлений о пропаже несовершеннолетних. В подавляющем большинстве случаев их находят.